Добрый день всем! Хочу поделиться с вами долгожданными новинками компании Tentorium, инновационными методами, внедренными на заводе Tentorium Roland. Главным событием 2021 года, вне сомнений, является появление в ассортименте компании линейки новых продуктов на сухом меде, которые отличаются от классических по форме и содержанию. Драже компании Tentorium это проверенный временем драже, эффективность которых подтверждена учеными и многочисленными отзывами миллионов довольных клиентов по всему миру. За 33 года с драже Tentorium выросли целые поколения и сейчас линейка драже является ведущей в ассортименте компании. Когда наш завод посещают именитые гости, губернаторы, министры, они часто вспоминают, что их мама и бабушки кормили их настоящими сладкими, полезными и вкусными горошками. Компания получает вопросы, а планируется ли выпуск альтернативы драже без добавления сахара. Кому-то это важно из-за моды или по иным соображениям. Если есть вопрос и запрос, предлагаем решение. Ежедневная обратная связь от наших клиентов, регулярный мониторинг рынка здорового питания, современные тенденции в пищевой индустрии объединили усилия специалистов и ученых компаний на совершенствование технологий и создание новых, полезных, безопасных и уникальных апифитопродуктов. Рабочей группой специалистов компании произведена масштабная научная и технологическая работа. В течение нескольких лет мы работали над этой задачей и такое решение найдено. Это сухой мед. Натуральный продукт обеспечивает сохранение качества пчелопродуктов, продолжительный срок хранения и главное является полезным. На заводе Тенториум Роланд запущена высокотехнологичная вакуумная установка по производству сухого меда. Из натурального меда мы получаем концентрированный сухой мед в виде порошка, который самостоятельно является отличным продуктом, аналогом по составу плазмы крови человека. И может использоваться в качестве основы дрожжев, а также в бальзамах и, конечно, в косметике. Разобраться в тонкостях технологического процесса создания сухого меда, задать волнующие вопросы, получить на них исчерпывающие ответы нам поможет главный технолог завода Тенториум Роланд Марат Муслимович Сянчин. Встречаем! Добрый день, Марат! Приветствую всех! Марат, что такое сухой мед? Если говорить простыми словами, сухой мед – это натуральный мед, только в виде порошка. Если же говорить научно, сухой мед – это итог, ускоренный во времени естественной кристаллизации натурального меда. Другими словами, это естественный процесс, который протекает при длительном хранении меда. Мы все знаем, что со временем мед дает всадку и превращается в кристаллизованную массу. Так ведь это? Да, верно. Мы научились контролировать этот процесс, а также управлять им. Технология получения сухого меда известна. В чем инновация компании Тенториум? Ведь есть отличия от аналогов, которые сегодня существуют на рынке? Да, мы значительно усовершенствовали имеющиеся технологии кристаллизации меда. Расскажу подробно. Во-первых, все начинается с выбора меда. Мы используем только натуральный мед и только после тщательной проверки. Все продукты пчеловодства, в том числе и мед, при поступлении на склад сырья в Тенториум, в обязательном порядке проходят процедуру входного контроля. Проверяются ветеринарно-сопроводительные документы через государственную информационную систему Меркурий. Затем наступает черед лабораторных испытаний по физико-химическим и микробиологическим показателям, а также по показателям безопасности, отсутствия токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и так далее. Испытания проводятся в независимой лаборатории Федерал. Все показатели определены в соответствующих ГОСТах на сырье, а также в технических регламентах Таможенного Союза, например, только по меду, согласно ГОСТу 1792-2017 года, проверяются 12 физико-химических и 10 показателей безопасности, согласно технического регламента Таможенного Союза о безопасности пищевой продукции. Только после получения протоколов лабораторных испытаний принимается решение о его допуске к переработке. Да, я еще раз напомню нашим слушателям о том, что мед Тинториум ежегодно успешно проходит проверку на качество и безопасность в лаборатории международной медико-биологической компании Еврофайн в Германии. Как известно, в Евросоюзе самые строгие в мире требования по качеству пищевой продукции. То, что мед Тинториум с неизменным успехом проходит европейские лабораторные испытания – доказательство высочайшего качества продукции компании, достигаемого благодаря тщательному контролю, который осуществляется на всех стадиях производства. И мы гордимся признанием нашего меда на мировом уровне. Компания Тинториум заслуженно получила пять медали за мед наивысшего качества на Апимонде в Турции, Украине, ЮАР, Канаде. Марат, то есть первый важный шаг к получению сухого меда – это подбор натурального меда, проверенного лабораторно. Верно, Ирина. Только из натурального меда получится по-настоящему полезный сухой мед. А далее идет процесс, причем длительный процесс кристаллизации и сушки. Как происходит этот процесс? В специальной вакуумной установке за счет вакуума происходит удаление влаги без какого-либо температурного воздействия. Хочу акцентировать – процесс производства идет без воздействия высоких температур. Это важно, чтобы сохранить все полезные свойства меда. Давай тогда уточним, какой же температурный режим, границы этого температурного режима? 38 градусов Цельсия – максимальная. Тем самым сохраняется биологическая активность меда, его витаминно-минеральная формула и ферментная активность. Говоря об уникальности процессов, существуют методы получения сухого меда с добавлением, например, мальтодекстрина, то есть каких-то инородных, чужеродных или балластных веществ. Почему мы не пошли по этому пути? В составе нашего сухого меда нет ничего лишнего ненатурального. Мед, который мы используем, по своим показателям соответствует ГОСТ-19-792-2017 мед натуральный, технические условия. Если рассмотреть состав меда, мы увидим, что его основные компоненты – это углеводы порядка 80 процентов, такие как фруктоза, глюкоза, сахароза и другие. Главная задача нашей технологии – сохранить природный, натуральный состав меда, не меняя его уникальности. И мы этого добились. Говоря о сухом меде, нельзя не спросить о его гликемическом индексе. Какие это значения? Гликемический индекс фруктозы – это 19 единиц. Гликемический индекс глюкозы – 100 единиц. Гликемический индекс меда колеблется в пределах от 50 до 70 единиц в среднем 60. Зависит от содержания фруктозы и глюкозы в меде. Получается в итоге 56 в среднем. За счет сушки меда мы снижаем гликемический индекс меда в среднем на 7 процентов. В общем, за счет низкого гликемического индекса фруктозы. И здесь стоит акцентировать внимание наших потребителей, что сухой мед не является сахарозаменителем. Это самостоятельный продукт, такой же как привычный всем мед. Поэтому лицам с группой риска по сахарному диабету или чувствительному углеводному обмену продукту рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Получение сухого меда – это очень трудоемкий процесс как по времени, так и по количеству производимого продукта. Для понимания сухой мед – это концентрированный, нативный, то есть жидкий мед. Так ли это? Все верно. В процессе сушки или кристаллизации содержание влаги в продукте снижается с 25 до 8 процентов. И мед перерабатывается в порошок, обладающий приятным вкусом и ароматом. Он является более концентрированным по сравнению с исходным продуктом. Таким образом, в сухом меде сохраняется его природная минеральная форма, активность ферментов и всех витаминов. Верно. Подведем итог. Инновационная технология получения сухого меда компании «Тенториум» гарантирует, во-первых, сохранение полезных свойств и биологических эффектов натурального меда, во-вторых, концентрированный состав витамина-минеральной формулы меда, в-третьих, 100% натуральный продукт без добавления балластных веществ. Также сухой мед является отличным консервантом для сохранения своих других пчелопродуктов. Приятный на вкус и очень полезный. И у нас есть видеоролик о технологии производства сухого меда. Смотрим. На заводе «Тенториум Руланд» освоена технология получения сухого меда. Этому событию предшествовала масштабная и длительная научная и технологическая работа. В течение нескольких лет эксперты компании работали над задачей ускорения кристаллизации меда, и им удалось управлять и контролировать этот процесс. Получение сухого меда делится на несколько этапов. Начальный отбор самого меда. Только из по-настоящему натурального продукта получается качественный сухой мед. Прежде чем попасть в цех сушки, нативный мед проходит несколько стадий проверки на качество. От визуального до лабораторного. После получения необходимых заключений, гарантирующих качество меда, сырье поступает в цех. Далее в высокотехнологичной вакуумной установке происходит процесс сушки. Вакуум обеспечивает полное удаление влаги без воздействия высоких температур, что гарантирует сохранность полезных свойств натурального меда. Его витаминно-минеральной формулы, заложенной самой природой. На выходе мед получается в виде сухого порошка. Такой продукт содержит в себе витамины и микроэлементы, которыми так богат мед, обладает отличными консервирующими свойствами. Сухой мед может выступать и как самостоятельный продукт, стопроцентно натуральный, приятный на вкус и полезный как мед. Освоение технологии получения сухого меда на заводе Tentorium Ruland дает старт новому проекту компании – создание линейки продуктов на основе сухого меда.